Здравствуйте! В эфире программа «Эксклюзив». И сегодня у нас есть уникальная возможность пообщаться с российским драматургом, режиссером, сценаристом, актером, лауреатом премии «Лавр» и номинантом «Тэфи» Дмитрием Минченком. Он привез в Магадан два своих моноспектакля. Дмитрий, здравствуйте! Добрый день! Ну, для начала расскажите, как вам все-таки Магадан? Это удивительно. Каждый день здесь происходит. Он так вырастает прямо в вечность. Мне кажется, я уже 7 веков. И не потому, что это плохая цифра. Столько опыта, столько эмоций, ощущений. Я вообще интуит. То есть я привык полагаться на какую-то генную память. И город мне открылся не сразу. Первый день я его просто впитывал. А на второй день я иду по улице, спускаюсь к Нагаевской бухте. И вдруг я чувствую, что я здесь уже все знаю. Поднимаю Веру голову и вижу здание в точности напоминающее, может быть, первый барак. И там оказывается сегодня директор музея. Гениальная женщина Вера Ильинична мне рассказывает. А там была первая станция, куда привозили людей, то есть лечебницы. А откуда мы знаем эту архитектуру? Обычно бревенчатые срубы, а вот они как-то в нашей памяти северной. В моей так точно. Не знаю. Может быть, потому что у меня родители были первопроходцами, осваивали целину. Но это Казахстан. Крым там тоже не курортный. Но я не знаю почему. То ли генная память. А если генная память были ли у тебя в крови предки, которые покоряли эти земли? Не знаю. Но я ощущал себя продолжением этого. И я понял, что я часть этой истории, часть память моя мне подсказала, что были здесь в основном геологи. Это не обязательно, что они были геологи. Но Магадан для меня открылся как место для подвига, место для преодоления. Кто-то скажет, что это высокие слова. Штиль или пафос. Штиль я имею в виду от слова стиль. А я скажу, что на самом деле без этого романтизма ты не сможешь жить. Потому что страну с 1991 года убивает цинизм. Убивает, и так, наверное, добил бы, если бы сейчас не началась, на мой взгляд, какая-то романтическая реконкиста, то есть преобразование. Потому что люди поняли, что на цинизме можно очень легко продавать родину. Полюбить родину на цинизме невозможно. Жить, когда у тебя не хватает всего для обычной спокойной жизни, тоже на цинизме невозможно. А вот когда у тебя есть какая-то вера, когда ты чувствуешь за шагом, который ты делаешь по якобы тебе неизвестной земле, память о тех людях, которые прошли до тебя по этим землям, все становится на свои места. И вот я чувствую себя геологом, я чувствую себя золотодобытчиком не в финансовом смысле, а в смысле поисковик. И мне очень близка эта природа, и мне очень близка позиция человека, который живет преодолевая трудности. А трудностей здесь хватает. Начиная от природных, возможно, заканчивая экономическими или просто обычными человеческими. То есть город мне по духу, город как барьер, по нраву. И хотелось бы также прийти с местным жителем коренным. Но вот учитывая все это, да, учитывая и прошлое Магадана, нынешние истории, все-таки настроение у вас здесь, вот внутреннее состояние, более положительные эмоции или наоборот давят, может быть? Нет, продавить, что может давить, когда ты идешь в бой? У классиков есть замечательная фраза, у Пушкина, что ли, есть упоение в бою и мрачной бездны на краю. Потому что здесь не мрачная бездна, но если ты воспринимаешь жизнь как бой, то это правильное ощущение. Для меня так точно. Я воспринимаю все как бой, ничего давить мне здесь не может. Наоборот, вы понимаете, здесь есть другая совершенно вещь. Когда я впервые оказался на возвышении, поднялся на холмик и вдруг открылась передо мной бухта Нагаева, я замер. Я вдруг понял, что там, за линией горизонта, который не исчисляется для меня каким-то количеством километров, после которого эта самая пресловутая линия наступает. А наоборот, эта линия воспринимается некой мистической чертой, за которую можно попасть и оказаться на другой стороне жизни. Только не жизни при жизни, а жизни после смерти. И это не упаднические слова, не дай бог вы не подумайте, что я ощущаю себе тут про что-то грустное. Я говорю, нет. Во всей природе севера, ну скажем так, северного климата, есть как бы неприспособленного изначально для жизни нас. Ну, людей славянского генотипа, который, мы уже все с вами славянского генотипа, как бы предназначенному для других шерот. Здесь живут другие коренные жители. А мы, оказавшись здесь, вдруг попадаем, я для себя лично, в сказку. Только эта сказка не наивная, не глупая, не детская. Хотя детство не может быть глупым. Не наивная. Здесь я почувствовал реально, если ты кого-то потерял, то у тебя, я не думаю, чтобы у нас был человек, сумевший прожить без потерь. Тем более, если он живет и взрослеет, что именно здесь я могу найти тех, кого потерял. А такие потери в моей жизни были. И глядя на ту линию, которая заканчивалась море в бухте Нагаева, я вдруг подумал, что если я пойду вперед, куда глаза глядят, я стану счастливым. Потому что я найду тех людей, которые от меня когда-то ушли, и которых я всю жизнь ищу. Потому что я верю в бессмертие душ, я верю в то, я верю вообще-то в их материальное нахождение. Я верю в то, что можно оказаться в запредельной стороне, но эта сторона будет достаточно телесной. То есть туда можно дойти ногами. И вот мне показалось на секунду, что там, где земля сходится с небом, в конце Нагаевской бухты, и будет такая дверь. Вот что я испытал. Интересно. А все-таки что вас привело в Магадан? Магадан меня привела очень практичная театральная история. Во-первых, год театра. Во-вторых, приглашение Дмитрия Юрьевича Шиповалова, художественного руководителя Магаданского театра «Кукол». Человека невероятно одаренного, невероятно талантливого. Мы встретились с ним на фестивале имени Владимира Гуркина в городе Черемхово, в Иркутской области. Я был членом жюри из Москвы, театральный драматург. Дмитрий Юрьевич представлял свой спектакль о Маяковском. Не было у меня ни за, ни против. Я был просто наблюдателем, который поглощал все спектакли, которые нам показывали. Когда вышел человек в пространстве красном и начал читать стихи, я тут же распознал Маяковского. Что-то во мне щелкнуло. Я подумал, что мы говорим на одном театральном языке. Потом мы познакомились. Дмитрий Юрьевич получил спецприз, гран-при, как актер, как оригинальное постановочное решение. Я вообще считаю, что спектакль, который вы показываете, он показывает в своем театре кукол в Магадане. Это просто столичные спектакли. Их надо привозить в Москву. И они точно, вы счастливые люди, что у вас есть такой именно человек, такой художник. И, собственно, разговорившись, мы поняли, что у нас много общих планов. И он меня пригласил в рамках программы «Театральный амарафон» или «Терра» «Театральная земля». У меня пьесы идут и в Магадане, и в Калининграде. Как бы крайне восточная, условно говоря, крайне восточная точка и крайне западная точка. И вот в рамках этой программы, в рамках года «Театр» я приехал сюда, чтобы познакомить магаданцев с тем, что я делаю. А вещь эта достаточно редкая. Это стендап-драма. Это не то, что стендап-камеди. Не комическое кривляние, не попытка быть, заигрывать. Это тоже импровизация, во многом импровизация. Но это драматическое осмысление того, что ты представляешь сам о жизни. Я, когда выхожу, я не знаю в точности, я в точности знаю свой сюжет. Но я не знаю, о чем я буду говорить, потому что это мне должна продиктовать моя интуиция, которая основана на восприятии зрителей. Вот я смотрю в глаза, ваши глаза в данном случае, или глаза зрителей. И для меня это обстоятельство, которое точка отсчета. Я от них отталкиваюсь, я пытаюсь понять, что я должен говорить, чтобы быть именно здесь и сейчас искренним, именно здесь и сейчас настоящим. Потому что ко всему этому меня потолкнул поиск правды. Мне дико не нравилось, что иногда я прихожу в театр, и я сижу, и я засыпаю. Не потому что я не выспался, а потому что актеры, даже очень талантливые, не находят ко мне дорогу к моему сердцу. Потому что они говорят про что-то свое, а я сижу здесь, в конкретном пространстве, место, времени. И хочу, чтобы мне говорили то, о чем мне говорит это место, это время. Вот это и есть мой принцип стендап-драмы. Я его сюда привез, и два спектакля. Первый о Маркише Гале, человеке, который потерял способность притягиваться землей, стал летать, обрел любовь. Очень красивых женщин, или, по крайней мере, одну, потерял ту, которую он любил. И дальше всю жизнь ее искал в небе и на земле. И второй спектакль по Даниилу Александровичу Гранину, «Даниил Гранин. Взгляд из будущего». Это уже моя авторская интерпретация творчества Гранина, человека, уникального писателя, который прожил 98 лет. И вот об этом я буду говорить. Об этом я буду рассказывать. Но это не будет биография. Это попытка увидеть через судьбу Гранина каждого конкретного человека. человека, любого из нас, самого обычного, самого земного. Но именно человека, у него единственная только особенность, у того человека, которого я пытаюсь разглядеть через призму Гранина, он умеет выражать свои мысли через говорение, через речь. Вообще для меня величайшая загадка – это то, как мы мыслим, что есть наше индивидуальное, приватное «Я». Вот спектакль «Марк Шагал», да, вы плакали, да? Я, скажем так, переживал, я перевоплощался, но слезы ли? Насколько это для вас привычно? Каждый ли вы спектакль так переживаете? Или, может быть, это здесь было что-то особенное? Чтобы войти в эту степень настоящности, это надо определенные условия. Вот здесь я их испытал, поэтому через мою эмоцию, через настоящее, я испытал, я почувствовал что-то реальное, что-то искреннее, настоящее, что разлито здесь в воздухе. Уже поместил сюда Марка Шагала, представил, что он здесь побывал, потому что на самом деле он путешествовал по Аляске. Я небольшой знаток географии, но мне хватило воображения представить, что климат где-то в Аляске, все-таки территориально это как бы один, чуть более расширенный регион, а когда это даже была одна Россия, собственно, что он реально был только там на своей половинке суши, он же сам русский человек, только на территории Аляски, которая могла в точности совпадать по климату, по условиям с магаданским. Я подумал, что бы он ощущал. И вот он искал свою жену ушедшую среди снегов, среди той тайги, Аляскинской. Повторяю, у меня родилось ощущение, что я почувствовал своего героя, и вот в этот момент что-то накрунуло на меня, что зритель, наверное, видел выражение через слезы моего персонажа, это ведь не мои слезы, это слезы моего героя. И попытка быть настоящим, искренним. Вот вам ответ. А как вообще, по вашим ощущениям, как магаданцы приняли ваш моноспектакль? Ведь редко привозят что-то новое, интересное. Очень остороженно иногда относятся наши зрители к новым постановкам. Ну, я так думал, что реакция зрителей была искреннее. Если мне аплодировали, если кричали «Браво», если я три раза уходил за кулисы, по всей видимости, вы были в зале и выходил, значит, я думаю, что они приняли так, как они выражали свои эмоции. А выражали они свои эмоции по-настоящему, и для меня это большая честь. Для меня это главная награда, потому что я волновался. Это естественно, мы все существуем, каждый спектакль – это бой, это экзамен, поэтому я очень хотел что-то сказать настоящее. И, по всей видимости, я был услышан и был награжден. По крайней мере, для самого себя мне казалось, что это реакция награда. Так это была в зрительном зале. Это мне тем более приятно, потому что в это время шли другие представления, других варягов заезжих, идеологически мне чуждых, я вам сразу скажу. Я просто знаю, кто там был, и мне говорили. Я возмущен, я не могу даже нормально сказать, что когда человеку спрашивают, как Магадан, он говорит, а мне отвратительно этот год, я просто такого не понимаю. Видите, я даже об этом говорю специально, потому что это неправда. Это просто хамство. И мало того, что хамство, хаму можно дать по морде. А это неумение быть театральным человеком, это человек, открытый миру. Я, может быть, зря говорю, может быть, это даже стоит вырезать, но меня возмутило, на самом деле, поведение тех людей, которые приезжают как бы иногда, вот оказалось, в одно время со мной. Это мои идеологические противники. И сейчас, я хочу сказать, у меня будет постановка во МХАТе имени Горького, у Эдуарда Баякова. И я хочу сказать, что мы в Москве ощущаем разделение культур просто как вот конкретную войну, как конкретную борьбу, потому что что-то за годы так называемой перестройки или с тех временем, пошедшее, коренным образом нас разделило, что-то пошло очень не туда. И с кем вы мастера культуры? Это сразу необходимо себе задавать, если ты в самом деле хочешь быть человеком. Потому что это разъедает душу. Вот это, у меня лезут неправильные слова. Это попытка во всем копировать современную западную драматургию, даже не современную, а какое-то одно из ее направлений. И направление, которое копается в чернухе. Вы, наверное, поняли, я романтик. Я ненавижу чернуху как принцип жизни. Для меня это неправда. Хотя пытаются ее позиционировать люди с другой стороны как правду. Но когда эта правда выдается, да еще чем, в связи с театральных деятелями или просто за единственную, во-первых, я скажу, что это неправда, это ложь, во-вторых, с этим надо просто бороться. И я удивлен, что такие люди существуют, что они финансируются государством. Вот я не идеализирую советское прошлое, но как можно финансировать своих врагов? Как можно финансировать тех, кто разрушает душу? А то, что сейчас в основном выдается под грифом «современное», это просто разрушение души. Вы видите, мы стали говорить о чем-то очень реальном, для меня важном, я не хочу против, я не хочу молчать, я не хочу проходить мимо этого. Ну, сейчас есть искусство, да, действительно искусство, есть вещи, на которых зарабатывают, да, я, наверное, именно поэтому такое происходит. Бизнес, да, нам говорят, что искусство должно быть самоокупаемым, то есть оно должно превращаться в потребу, оно должно становиться из товара духа чем-то другим. Во-первых, взгляд этот ущербный, искусство духа тоже может продаваться, но только не в том смысле, за него оно готово быть покупаемым, и даже не покупаемым. То, что покупается, это все-таки мертвое. Ни одно настоящее произведение, на мой взгляд, не рождается, если ты его делаешь для денег. А если делаешь для денег, тогда найди в себе мужество, хотя бы самому себе не врать и сказать, я просто торгаш, я ремесленник, я делаю дерьмо, чтобы обманывать людей. Вот моя позиция такая, и в театре, и в искусстве, вообще в широком смысле. Наверное, я уже не хочу об этом молчать, я не хочу делать вид, что мы все друзья в той области, которую я бы скорее назвал фронтом, ибо там идет речь о духе, там идет борьба за душу, а дьявол, верим мы или не верим, очень сильно активизировался, на мой взгляд. И он прямо так упрямо, целенаправленно хочет разрушить все, говоря, что это современность, говоря, что это модно, говоря, что это технология, и самое главное, говоря, что у вас нет денег, а я могу это продать. Вот это настоящая ерунда. Если мы об этом не будем думать, ну тогда давайте скажем, что рано или поздно мы будем продавать сначала искусство, потом душу, потом родную мать. Для меня это вот ряд туда заходит. Так не бывает, чтобы говорить, давайте мы сейчас сначала сделаем целиком коммерческое искусство, а потом вы не удивляетесь, что мы придем, скажем, однажды в дом родной, скажем, начнем насмехаться над матерью, над отцом, то есть тем, что делал хам по отношению к Ною. Вот для меня это, этот раздел для меня уже наступил сейчас. Когда я иду по улицам и слышу, что в Москве, что в Магадане, что девочки идут и матерят, это уже не назвать матеряться, они просто говорят на матерном языке. Для меня это знак того, что что-то изменилось, и это изменение, которое якобы бралось из лозунга «давайте будем правдивыми», это неправда. Это искривление духа. А искривление духа влечет за собой искривление генов. А потом уже мы не должны удивляться, что у нас будут рождаться не люди, а обезьяны. Притом настоящие биологические обезьяны, они в сто раз будут лучше тех людей, которые будут рождаться от таких искривленных генов. Как вы понимаете, у меня достаточно религиозное мышление, оно достаточно категорическое, но вот на этом я стою и пытаюсь рассказывать об этом. Спектакль Данила Гранина «Взгляд из будущего», я сколько знаю, он поставлен, специально сделан для Магадана. Вот расскажите, почему именно этот спектакль? Существует легенда, потому что я не нашел прямого подтверждения этому, мне друзья Даниила Александровича говорили, что он был на Колыме. Я здесь спрашиваю, вы знаете, что у вас было в 70-х годах Даниил Гранина? Ну, не у кого спросить, никто не может сказать, не опровергнуть, не сказать «да», но я придерживаюсь этой версии, что был. И, соответственно, этот год объявлен годом Гранина. И даже дело не в том, что существует некая официальная предпосылка для популяризации этого действительно огромного, большого русского писателя, а все дело в том, что он мне очень близок как мыслитель, как человек по своему темпераменту, когда он думает. Он когда пишет, а ты читаешь, что он пишет, такое ощущение, что он с тобой размышляет. И мне, естественно, было очень важно, тем более исходник, которым я предложил Дмитрий Юрьевич Шаповалов, это был священный огонь, литературная повесть, эссе Даниила Александровича Гранина о Моцарте и Пушкине. В свое время моя карьера в Амхате началась с пьесы о Моцарте и с Альери. Ее ставил Олег Павлович Табаков, ставил народный артист России Юрий Еремин, но Олег Павлович был художественным руководителем постановки, он ее принимал, он ее корректировал, он выбрал мою пьесу. Играли там две волшебных актрисы, народная артистка России, Ольга Барнетт, дочь Бориса Барнета, и заслуженная артистка России Евдокия Германова, это такое яркое дитя студии табакерки Олега Павловича. И поэтому тема Моцарта и Сальери, Пушкина как одного из воплощений Моцарта по мысли Гранина, была мне очень близка. Мне была близка мысль Гранина о том, что Пушкин это продолжение Моцарта, и, соответственно, я с большим интересом читал, как Венел Александрович оценивает врагов Пушкина. Вообще, тут надо сказать о том, что в советские годы при Леониде Ильиче Брежневе каким-то глотком свободы почему-то оставался Пушкин. Это пошло с Анной Андреевной Ахматовой. Она вела моду на изучение Пушкина, и даже не изучение, а вот просто его представление как близкого живого человека. И вот я точно так же подошел к этой великой глыбе, фигуре, но попытался смотреть на нее без кошмара взгляда на Пушкина как априорного гения. Но он же не Иисус Христос. Он человек, он живой человек. А живой человек нам интересен тогда, когда ошибается, когда он растет, преодолевает свои ошибки. Я вот пытался найти те места, где Пушкин ошибается, где он проявляет себя как человек, где он завидует. Он что, не умел завидовать? Завидовал. Он же художник был. Любой художник хочет быть первым. А если ты хочешь быть первым, тебя окружают десятки тех, кто стоят перед тобой, кто стоят рядом с тобой. И ты должен, элементарно, желая стать генералом от литературы, соревноваться. И вот такой Пушкин, он не канонический, не принято об этом говорить. Но он завидовал. И ему завидовали. Он умел пугать. И он умел бояться. Он умел любить. Но он также умел и ненавидеть. И проявлять самые маленькие, мелкие чувства человека. Потому что, я повторяю, гений – это не святой. Гений. Это человек, наделенный только одной особенностью, которая его отличает от других. Пушкина от нас, простых смертных. Не то, что он питался воздухом и летал на облаках, а тем, что в него все рифмовалось. И рифма ему подсказывала взгляд на мир, а не он через рифму пытался выразить свое. Вот такого Пушкина я пытался представить. Знаю, что он не канонический, но мне это было приятно. Это мне было интересно. Потому что в такого Пушкина я верил. И, соответственно, любил. И люблю. Еще один спектакль «Ночь рогоносца» или «Враг Пушкина» вы поставили в нашем театре. Это тоже ваш спектакль. Будут ли еще такое сотрудничество? Будут ли еще спектакли ваши ставиться у нас? Может быть, у вас есть уже какие-то планы? У нас есть планы. Во-первых, я должен сказать, что я чрезвычайно рад, что Владимир Диль поставил спектакль. И Дмитрий Мартынов вместе с ним, как с актером, играет эта пьеса для двух актеров. Это настоящий поиск. Я надеюсь, что он будет показан и за пределами Магадана, потому что я готовил сейчас эту пьесу. Будет поставлена и в европейских театрах. «Моя ночь с рогоносцем». Но для меня главное вывести еще этот спектакль, чтобы о нем узнали за пределами Магадана, потому что это была общероссийская премьера. И теперь я хочу, чтобы это увидели. Да, у нас есть планы с Дмитрием Юрьевичем. Я не знаю, можно ли об этом говорить, но его и меня очень волнует детская сказка, детская фантастика. У нас есть образец такой сказки. Я буду писать ее инсценировку. Уже сделал набросок. Просто я не думаю, что можно об этом... Я не хочу, точнее, называть конкретного драматурга. Ой, не драматурга, а литературную основу, потому что это будет инсценировка, достаточно вольная фантазия. Но я скажу, что это фантастика, очень крутая фантастика в духе Матрицы. И я попытаюсь создать адаптированную историю как для маленьких зрителей, так и для взрослых, чтобы одновременно три поколения могли смотреть самые маленькие родители и бабушки, и дедушки. И каждый находил свой смысл, свою историю. Вот, кстати, о спектаклях для детей. В основном у вас лекции, концерты, да, мы на спектакли для взрослых. Насколько редко или часто вы делаете постановки для маленьких зрителей? Или это, может быть, эксклюзивно будет? Вы знаете, я не пишу специально для маленьких, но я очень люблю писать сказочные истории. И поневоле сказочные истории апеллируют к детскому взгляду на мир. Поэтому специально я ничего не упрощаю. Но я, естественно, не использую никакие замудренные, сложные технологии, сюжетные или смысловые. Я хочу, чтобы это была понятна история пятилетним детям. И поэтому я пишу сказки, но адресую их для взрослых. Моя задача сейчас только одна – что-то адаптировать, чтобы одновременно взрослая история была хорошая для детей тоже. А вот такой вопрос. Почему вы выбрали именно такое направление в своем творчестве? В основном у вас биографичные спектакли Моцарт, Бах, Канта, та же самая. Или тот же Пушкин. Да, биография Дунаевского в Жизел. Да. Вот почему именно такое направление? Я не знаю. Наверное, есть вещи, которые тебе не принадлежат, которых это действительно... Как есть среди художников портретисты, которые в основном пишут портреты, а есть пейзажисты, которые пишут леса, моря, или как ивазовские морянисты, океаны, моря, вода. Вы знаете, я так думаю, что мне просто прежде всего интересен крайний человек. Под крайним человеком я имею в виду человека, который обладает чем-то, чем не обладает большинство людей. И вот такие, с одной стороны, маргинальные типы, а с другой стороны, люди, которые куда-то... Если они чем-то обладают, что отличает их от других, и они как бы находятся на переднем крае эволюции человека, они ведь будут те, кто встретит как опасность, так и благое, что нам приносит внешний мир. Я считаю, что эволюционировать нам помогают наши гены, которые находятся... которые проявляют какие-то крайние свойства. Не то, что делает нас обычными, а как раз то, что отличает нас от других. Так вот, для меня Пушкин, Достоевский или Дунаевский. Это как бы мутанты. Это наше будущее. Я верю в то, что постепенно мы все будем становиться с течением столетий. Пушкинами, Моцартами. Не дай бог, чтобы мы стали там Бонапартами или Гитлерами. Или Кащеями Бессмертными. Наверное, это тоже край, только с другой стороны человеческого характера. Но туда я не хочу приближаться. Я хочу, чтобы мы становились Пушкинами. Поэтому я исследую биографии этих людей. Но я хочу сказать в этих биографиях, они далеко не хвалебные, они далеко не лестные. Я наоборот хочу сказать, что те, кого мы называем нашими учителями, они в жизни такие же, как мы. Гений в искусстве, в любви один из нас. То есть он на 90% как мы. Он страдает как мы. Он ошибается как мы. Он мелок как мы. Но в чем-то одном он заглядывает в будущее. Он велик в том, что мы называем его профессиональной деятельностью. Поэтому биография, поэтому мой интерес к ним, это как интерес Дарвина к обезьянам. Какими мы будем через 100 лет. Вот такими, как Пушкин. Ну, у вас кроме театра есть и работы в кино, и книги ваши. Вот вы как-то балансируете между всем этим? Или вы выбрали для себя, может быть, что-то одно, в чем-то вам комфортней? Я балансирую. Мне, наверное, скучно все время заниматься только одним. Это делом. Это всегда мое ремесло связано со словом, либо с преображением этого слова на сцене, если я актер, а я все-таки актер тоже. Но у меня сейчас вот вышел фильм «Дикая лига». Это о зарождении футбола в России. Там играет Иван Иванович Ахлобыстин, Дмитрий Юрьевич Назаров, который известен публике по сериалу «Кухня». Мне он известен только как актер, который служит в том же театре, в котором работал я, во Махате Амини-Чехова. Но! А там же играют и американцы, и Эдрин Пол, который играл Горса, знаменитого в конце 90-х годов, и Уильям Шокли, который играл одну из главных ролей в «Робокопе» в фильме Пола Верховина. Так вот, для меня всегда интересен вызов. Мне было интересно, могу ли я написать коммерческий сценарий. Вот, с одной стороны, мы говорим там о поиске духа, о чем-то высоком. Я говорю, нет, искусство не должно продаваться. Но мне было интересно, я могу написать коммерческий сценарий. Я его написал, русско-американского фильма. Он был выбран. Точнее, я переписал существующий до меня сценарий моего коллеги и доброго друга, талантливого человека Романа Владыкина. Ну, там нету плохого или хорошего. Просто есть подходящий сценарий или не подходящий. Вот была у меня задача переписать. Я переписал в коммерческую историю. Получилось. Но я говорил при этом о духе. Я говорил о том, что русского человека заставило играть в футбол. Представьте себе, возможно, это мало кто знает, ведь это история появления футбола в России. Мой фильм «Дикая лига». Я, кстати, хотел его показать в Магадане, но мне сказали, что магаданские кинотеатры отказались брать русский фильм. Хотел русско-американский. Да, я бы с таким удовольствием его представил. Привез бы Иван Иванович как в Абыстина. Но, как мне сказали, кинотеатр «Горняк» отказался брать. А может, теперь согласится, услышит интервью, подумает, что можно было бы взять. Так вот, этот фильм был о зарождении русского футбола. Привезли его, на самом деле, в Москву английские и британские инженеры. На досуге они играли. Как они называли кожаный, а, ножной мяч. И кто-то из купцов, как всегда, купцы, не футболисты, а те, кого мы зовем меценатами, посмотрел на это дело и сказал, а дай-ка я профинансирую, чтобы русские мужики, лапотники, бегали и гоняли ножной мяч. Вот об этом у меня история в «Дикой лиге». Фильм называется. И у меня эту пару русского купца, который спонсировал русский футбол, который начал его, играет Дмитрий Юрьевич Назаров, а его советника, советчика, скажем так, еврейского юноши Яшу играет Иван Иванович Хлобыстин. Пара смешная, пара великая, а продюсер Игорь Добровольский. Вот такую историю я бы хотел показать в Магадане. Но, видите, мы хотим одно, жизнь нам предлагает другие условия, но, тем не менее, как-то мы балансируем. Вот, кстати, о кино, да, и вообще творчестве в современных реалиях. Цензура. Насколько она ощутима? И ощутима ли вообще? Может быть, только в каких-то определенных аспектах она есть? Вот, например, на телевидении на том же самом. Вы задали такой вопрос, что мне почему-то кажется, что я прямо в Брежневском... Цензура растет. Вы знаете, растет. Она существует. Может быть, даже не столько вокруг тебя, сколько в тебе. Сама цензура. Потому что выходит масса каких-то диких постановлений, которые принимаются в Думе, а ты даже не знаешь о них. И вдруг ты думаешь, боже мой, у меня был спектакль, где я рассказывал о рождении чудовища, о рождении всех диктаторов, сборный образ. И вдруг мне страх ночью, а могу ли я произнести имя Гитлера, то есть антинацистский, антифашистский спектакль. А я вдруг испугался, блин, у нас такие законы, что вдруг меня только за одно употребление слова Гитлер возьмут. То есть что-то непонятное происходит, и в силу неосведомленности художника об этой реальности ты начинаешь сам себя пугать. И это очень неприятно. Это очень неправильно, потому что это путь в тупик. И не потому, что цензура как бы плоха. Родину надо любить искренне, а не по заказу. Писать патриотические произведения можно, настоящие. Я не люблю слово патриотизм. Потому что тогда что-то казенное появляется. Потому что у тебя сердце. Это бьется также в ритм боя. А вот когда тебе выходит постановление, надо написать три патриотических романа в год. Прямо как в советское время. Ну, это путь ко лжи. Поэтому это, ну, знаете, это палка о двух концах. Говорят, на культуру нет денег, искусство не существует, искусство должно самоокупаться, быть коммерческим. И то есть это на самом деле как шурупы. Их можно научиться строить. Это ложь. Ты не можешь научиться делать искусство, даже закончив в ГИК или ГИТИС, даже прочитав книгу, как пишется, сценарий. Ты можешь повторить это, но у тебя будет ерунда, скучная, убогая. Это всегда некое прозрение. И проблемы есть. Но я повторяю, проблемы внутри. Самоцензура начинает работать, все это немножко напоминает какие-то брежневские времена, отчасти. Но повторяю, все дело в здравом смысле. Пока он есть, я думаю, что любой нормальный руководитель, если он хочет процветания, он первый скажет, давайте смотреть здраво. Поэтому, чтобы было искусство, которое конкурентно способно с западом, чтобы у нас в кинотеатрах не шли только американские фильмы, как сейчас. С одной стороны, мы говорим, Америка наш враг, с другой стороны, показываем только американские фильмы. Где правда? Где логика? Я вот этого не понимаю. Тогда о министерстве говорят культуры, давайте показывать русские фильмы. И при этом много-много вопросов у меня, как у художника, к действительности, но все они начинаются с меня самого. Я должен либо не бояться, либо уметь поставить вопрос таким образом, чтобы все вопросы отпадали. Вообще, тем больна. Я даже не знаю на нее ответа, потому что я в точности не знаю этих законов, а страхи, они есть, они растут. Ну, вообще, настоящее искусство, искусство ради искусства. На этом сейчас творцы, художники, сценаристы, режиссеры могут ли заработать? Да нет, ну, во-первых, слово искусство ради искусства, оно уже порочное какое-то. А что это должно быть? Это что, то, что не поймет зритель искусство ради искусства? Для меня это как раз термин уничижительный. Если ты делаешь искусство ради искусства, как бы отсекая зрителя от себя, искусство без правды, это вот то, что сейчас говорят мои оппоненты. А я художник, я так вижу. А я хочу сказать, что если человеческий мозг не в состоянии это воспринять, значит, это что-то чудовищное. Я специально занимаюсь нейрофизиологией, чтобы понять, как думают наши мозги. И я прихожу к мысли о том, что наши мозги устроены таким образом, что все чисто формальное, если оно не основывается на каких-то наших базовых способах восприятия мира, должно отвергаться. Потому что это называется не искусством, а ложью. Возможно, что во мне говорит такой не кондовый реалист. Я не скажу, что я реалист. Я романтик. Я сказочник. Но я хочу, чтобы мои сказки были понятны большинству, а не меньшинству. Дмитрий, спасибо вам большое за беседу. Напомню, это была программа «Эксклюзив», и мы беседовали с российским драматургом, режиссером, актером, сценаристом, лауреатом премии «Лавр» и номинантом «Тэфи» Дмитрием Минчонком. До свидания. Дмитрий, до свидания. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»